Всем привет! Меня зовут Анастасия Гайдаш и мы из команды GetLens покажем, как снимать в домашних условиях. Кого мы можем снимать дома? Конечно же, в первую очередь, это семьи с детьми. С детьми намного проще фотографироваться дома и комфортнее. Дети расслабляются в домашних условиях, также расслабляются их папы. Никто не нудит, не скандалит на фотосессии. В общем, всем комфортно. Также мы можем фотографировать дома, love story, семейные съемки без детей. Также можно фотографировать дома индивидуальные фотосессии. Например, после карантина меня закидали девушки-блогеры запросами на домашнюю фотосессию. Они просили приехать меня, потому что они боялись ковида, не хотели еще выезжать из дома. Но им все равно нужен был новый контент для инстаграма и ютуба. Они просили меня приехать пофотографировать. Тоже один из вариантов такой съемки. Также нужно не забывать, что у всех детей и всех взрослых есть дни рождения. И часто людям комфортнее остаться дома, отметить этот праздник дома и пофотографироваться в уютной семейной обстановке. Сегодня я снимала на два объектива. Это 50 мм 1,4 для крупных планов и 35 мм 1,4. Также я снимала в основном на 1,6-1,8. Если вы снимаете с открытой диафрагмой, то вы не только размываете фон, вы также делаете картинку более атмосферной. Если вы снимаете дома, то цель этой фотосессии показать атмосферу. Атмосферу уюта, атмосферу праздника, атмосферу семьи. И для этого нужно сделать несколько вещей. Во-первых, нужно своим моделям дать какой-то смысл, какую-то идею, чтобы они чем-то занялись. У нас история на кухне будет. Я хочу ребят чем-то занять, поэтому сначала они нальют кофе, например, у меня какао с маршмеллоу. Потом они испекут печенье, ну как испекут, измажутся все в муке. И что-нибудь еще пойдет. А, еще у меня есть попкорн, которым можно тоже покидаться. Но для этого нужно, конечно, подготовиться. И если вы скажете своим клиентам, возьми то, то, то и купите вещи, возьмите это, они не будут это делать. Они скажут, что будут, но ты приедешь, и там ничего нет из этого. Поэтому постарайтесь сами это сделать. Возьмите там немножко теста, возьмите, сами посмотрите из Пинтереста какие-то идеи. Там, например, фотосессия с одним ребенком, с двумя, с тремя, позирование. Посмотрите идеи, подготовьтесь к ним, принесите это все. На самом деле новогоднюю атмосферу совсем нетрудно создать, даже если вообще ничего нет дома. Вам не надо переть елку домой к ним. Просто возьмите много-много разных гирлянд, закажите их на Алиэкспресс, они стоят копейки. Позаботьтесь об этом в июле, чтобы у вас это все было. Возьмите бенгальские огни, только смотрите, чтобы они были не для улицы, а для дома, потому что паркет пострадает. В общем, подготовьтесь к фотосессии. И, конечно же, это одежда. Какую одежду лучше выбрать для домашних фотосессий? Тут вообще всего три варианта. Во-первых, это беш, светлый коричневый тона, как сегодня. Вы просите клиентов, либо вы сами просто едете в H&M, покупаете все в бежевых оттенках и коричневых, и будет вам счастье, и будут фотографии классные. Либо просите клиентов. Потом просто сдаете по чекам. Второй вариант. Если это, например, фотосессия зимняя, то это может быть красно-черные тона. Например, берете клетчатые рубашки одинаковые в красные тона, либо, например, в желтую клетку. Главное, чтобы цвета было два. Например, один красный и черный, красный и серый, чтобы не было пестроты в кадрах. И третий вариант. Это просто черные вещи. Черные луки всегда смотрятся круто, делают акцент на лицо, на эмоции, на человека, а не на их одежду. Поэтому правильно выбираете гардероб для таких съемок. Только с помощью гардероба и тех же самых гирлянд вы можете полностью вытащить свою фотосессию, даже если комната, в которой вы снимаете, 10 квадратных метров. Очень часто фотографы не выходят из своей зоны комфорта и стараются снимать от окна. Конечно же, от окна свет очень ровненький, мягкий и очень комфортно снимать такие фотографии. Но я советую немножко выйти из зоны комфорта и поменять угол съемки. Тогда фотография будет намного атмосфернее и контрастнее. Стараемся снимать и детальки. Они очень круто разбавляют историю, чтобы не просто одна фотография красивая была, а целая история, и она дополняла друг друга. Например, если они кидают попкорн, мы снимаем еще отдельно руки, попкорн, прям детальки. Желательно это делать именно на портретнике на 50 мм, ну, либо хотя бы на 35 мм. Но я также могу посоветовать вам выйти на улицу. Потому что, как правило, почти везде, почти у любой квартиры в 10 минутах ходьбы или езды есть парк. И в этом парке тоже можно провести фотосессию. Вы можете предложить продлить вашу фотосессию или полчаса пофотографировать в квартире, полчаса на улице. И тогда фотографии будут более разнообразные. И фотографии на улице разбавят фотографии дома. И клиент будет более доволен, а вы получите фотографии для портфолио. Ну и, конечно же, для таких фотосессий нет какого-то определенного сезона. Сделайте портфолио и работайте целый год. Такие фотосессии очень круто зайдут и на 14 февраля, и на 23 февраля, и на 8 марта. Короче, можете своим клиентам вот прям уже отнять пару классно и предлагать, говорить, в таргет пустить. Короче, все хорошо будет. Плюсы и минусы домашней фотосессии. Плюс в том, что вы не зависите от студии. Если это новогодние праздники, вам не надо в июле бронировать студию. Вы просто приезжаете к клиенту. Клиенту комфортно не надо подстраиваться под время студии. Минус такой фотосессии, что, как правило, квартиры в России, дома очень маленькие, комнаты маленькие, узкие, тесные, много мебели и мало света. Ну что, ребята, как вам выпуск? Оставьте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на меня в инстаграм. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok